Здравствуйте! Это ЕТВ, телевидение мнений. Каждый день по будням в прямом эфире говорим о том, что волнует город и горожан. Меня зовут Оксана Маклакова. Это программа «Сумма мнений». Сегодня в выпуске. Улицы Васенина. Как молодой режиссер исполнил старую мечту ветерана? И кто исполнит мечту самого режиссера? Буллинг. Что делать, если ваш ребенок стал объектом травли в школе? Владимир Мерзоев о независимом кино, честном театре и электронном правительстве. Самоубийство восьмилетнего ученика первой общеобразовательной арамильской школы повергло в шок всю область. По одной из версий, причиной трагедии мог стать буллинг. Так называют насмешки и издевательства со стороны одноклассников. Под новым термином скрываются старые вечные проблемы. О них поговорим в прямом эфире через несколько минут, а сейчас к другой волнительной теме. На этой неделе ушел из жизни Николай Максимович Васенин. Ветеран Великой Отечественной, который в своей жизни стал героем дважды. Сначала он стал героем незаурядных военных действий, сбежал из плена нацистов и участвовал во французском сопротивлении. А потом, спустя жизнь, он стал героем яркого документального кинопроекта. На этой неделе чиновники подписали бумаги и теперь в Березовском, где жил ветеран Васенин, появится улица его имени. Но поможет ли это авторам кинопроекта «Довершить начатое» узнаем в нашем сюжете. Служил он под командованием Жоржа Мола, с которым был дружен. Николай часто встречался с его семьей и влюбился в Жанну, дочь своего командира. Эту историю сегодня знают не только читатели Березовской газеты. Ее знают далеко, за пределами области и даже страны. Любовь и борьба за выживание сплелись в судьбе Николая Васенина. Кажется, фильм «Однофамилец» готов повторить историю легендарного ветерана. Сначала команда из молодых кинематографистов с первого взгляда влюбляется в сюжет, в его вкусные подробности, в главного героя. А потом начинается борьба за финансирование. Была идея создать документальный фильм о нем. Когда вышла статья о том, что нашла Сижанна Моно, французский журналист-историк Лорен Брояр смог разыскать девушку, спасшую Николая Васенина во Франции после побега из немецкого плена. Дочь капитана, которая за ним ухаживала, которая играла пиргюнт на пианино, он мыл посуду. Все эти интересные подробности, это все очень важно. Самое интересное, что после того, когда заявочная компания «Экспо-2020» отклонилась, никому судьба Васенина стала безинтересна, в принципе. Кроме нашей группы, которая решила создать о нем документальный фильм. Он рассказал про свое детство, и мы решили съездить в ту деревню, где он родился. Съездили туда, отсняли приличное количество материала, смонтировали 30-минутный ролик для него лично. Привезли оттуда, ему передали кабачок большой и земли. И после этого он уже прямо расставил, и это больше приняло, уже больше как родных, нежели как операторскую группу. Николай Васенин был приговорен 15 годам исправительно-трудового лагеря за то, что сдался в плен немцам и служил во Франции. Так не бывает даже в кино. Спустя целую жизнь Николя Ватье, или простой уральский дедушка Николай Максимович, вернулся на места своей боевой славы и первой любви, которую помнил всю жизнь. Та самая дочь французского капитана Жанна Моно до этого момента не дожила. Но остались другие, кто знал и помнил русского солдата, которому за боевые заслуги в 40-х была присвоена высшая военная награда Франции. Есть пенсионеров, которые просто, не знаю, от родителей могли слышать. Есть те, кто помогали ему в годы войны. Там была такая девушка Сюзан, она уже бабушка такая. Она рассказывала историю, как Васенин после побега из плена укрывался в их доме. Так как Франция была коллаборационная, кто-то был не против фашизма, кто-то был против фашизма. Это сопротивление, то есть армия Деголя, в составе которого был капитан Моно. И, собственно, Николай Максимович Васенин вошел в состав отряда сопротивления. Ветераны Васенина во Франции встречались почестями и даже решили назвать в его честь одну из улиц. Спустя полгода, в декабре, после смерти ветерана, такое же решение приняли местные власти. Одна из улиц в новом строящемся районе Березовского теперь будет носить имя знаменитого земляка. Приятно, что такой, знаете, по-братиму есть улица Васенина во Франции, есть улица Васенина в Екатеринбурге, там, ну, поселок, там, в городе Березовский. То есть очень приятно, можно такой, там, телемост провести, не знаю, там, просить жителей, там, понимают ли они, на какой улице они находятся. Люди понимают, и на какой улице они будут жить, и почему важно, чтобы не только кино про Васенина вышло к 9 мая, но и чтобы все мы помнили о своих ветеранах. Бюджет фильма, который начинался на грантовые 500 тысяч рублей, перевалил уже за 3 миллиона. Деньги собирают всем миром, по интернету с помощью краудфандинга. В поддержку картины высказались Иван Ургант, Владимир Познер и Сергей Лавров. А простые россияне тем временем предлагают скинуться на памятник ветерану, а на почту киношников шлют свои истории. Нам постоянно приходят письма, где-то маленькие, где-то большие истории, и фотографии есть очень интересные, и прямо там, из Рейхстага, и там, с военных действий, поэтому у нас какая-то небольшая подборка собирается, но все равно, я думаю, что это послужит кому-то всплеску, подъему пласта того времени, потому что молодежь забывает об этом, особенно молодое поколение, она совершенно не знает, что такое Вторая мировая война, даже как сейчас принято говорить, Вторая мировая, хотя на вести Великое Отечественное, при нем тоже забывать нельзя, и в разных странах историю пытаются переписать, хотя бы чтобы в нашей стране об этом помнили и знали. Невероятный фильм. В чем его невероятность? В том, что, да, мы выделили отдельного человека, мы рассказали его историю, но, так как вы понимаете, время неумолимо, и я не могу быть точно уверенным, что таких историй много, и о каждом человеке можно снять такую интересную историю, как о нем. Так как нашему городу, нашей области очень повезло то, что у нас такой земляк, который рассказал, поучаствовал, у него было два ярких пика в жизни, это побег из плена, когда он вошел в отряд сопротивления, влюбился в дочь командира и стал опасным для немцев, что важно, да, то есть вот, и вернулся из заточения в ГУЛАГ и в реальную жизнь, а второй пик – это когда он возвращается в свое прошлое, то, когда он становится соучастником своей собственной жизни, когда он, встав с кресла, идет по местам боевой славы, и он вершит сегодня историю, да, это невероятно, это правда, то есть мы лично очень гордимся, и мы хотели бы, чтобы самолет в аэрофлоте назвали его именем.